Глава восемнадцатая. Наш язык в Рамадан. Использованное в данном аяте слово «саум», однокоренное со словом «сиям» — «пост», подразумевает именно обет молчания, то есть воздержание от слов и разговора с кем бы то ни было. От нас же во время поста требуется воздержание иного рода, воздержание от грехов, совершаемых языком, дабы избежать всех тех бед, которые приносят речь. Слова приносят беды, и немалые. Как сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, а разве ввергают людей в ад лицом вниз за что-нибудь еще, кроме того, что посеяли их языки? Ахмат. Среди этих бед, приносимых языком, злословие, сплетни, ложь, непристойные высказывания, насмешки, лжесвидетельства, унижения и оскорбления других. Но самое главное — это слова неверия и многобожия, за которые человек навечно ввергается в огонь, если только он не раскается самым искренним образом перед Господом миров. И если человек не будет оберегать свой язык от всех этих запретных деяний, то какую пользу принесет ему его пост? И разве принесет он ему богобоязненность, обретение которой является целью поста? Одно единственное действие из вышеперечисленных лжесвидетельства уже уничтожает дух поста. Посланник Аллаха, да благословитого Аллаха приветствует, сказал «Кто не отказался от лжи и клеветы и поступал так, Аллах не нуждается в том, чтобы он отказывался от еды и питья». Поэтому в другом хадисе пророк, да благословитого Аллаха приветствует, запретил обрушивать стены поста посредством этих запретных действий, ведь тогда пост перестанет служить надежным щитом для человека. Пророк, да благословитого Аллаха приветствует, сказал «Поистине пост — защита. В тот день, когда кто-нибудь из вас будет поститься, пусть избегает всего непристойного и не шумит. Если же кто-нибудь станет бронить его или попытается завязать с ним ссору, пусть он скажет такому «Поистине, я человек, соблюдающий пост». Муслим. Он разъяснил, что произнесение непристойных слов, а также порочность, невежество и все то, что они влекут за собой, лишают пост этого свойства, и он уже не будет заслоном и защитой от огня. Имам Ибн Аль-Джаузи, да помилует его Аллах, сказал «Сколько постящихся, которые отказались от пищи, нарушают при этом свой пост посредством своих слов? И сколько простаивающих ночи в молитве при этом причиняют вред людям и обижают их? На такого человека ложится грех за его язык и за его деяния, а за свой пост и за свою молитву он не получает награды. Где уклонившийся от прямого пути и вступивший на путь погибели? Где тот, чье сердце покрыли грехи, а он и не думает раскаиваться в них и не страшится наказания Господа своего? Горе тебе, нечестивый! Воспользуйся Рамаданом, месяцем милости и прощения, и пожалей душу свою, и помоги ей, о несчастный, прежде чем коснется горло твоего нож. Ибн Аль-Джаузи Это лишь несколько коротких быстротечных дней, о брат постящийся. Используйте же их и защититесь от меча языка своего и стрел речи своей, как серьезной, так и несерьезной, произнесенной в довольстве или в гневе. И следуйте словам поэта. Все устремления свои я отверну от запрещенных Господом забав, и к месяцу покорности смиренно поверну, и в месяц целомудрия возвышу я свой нрав. Кто держит пост, идет путем прямым. Предназначается награда им, обитель вечности и гурии целомудренный покров, и вечный дар – прощение от Господа миров. Дорогой брат постящийся, Рамадан для вас – прекрасная возможность приучить свой язык к покорности Всевышнему, ведь на него возложено определенное поклонение, включающее обязательное, нужное и желательное, а также воздержание от запретного и нежелательного. Имам Ибн Аль-Каим упомянул об этих обязанностях и разделил их на группы, а также рассказал о том, что с ними связано. Что касается проявлений покорности Всевышнему, возложенных на язык, то их пять. Обязательное – произнесение двух свидетельств, чтение того, что обязательно читать из Корана, то есть того, без чего недействительно молитва, произнесение слов поминания, которые велел нам произносить в молитве Аллах и Его посланник, да благословит его Аллах и приветствует, например, восхваление Аллаха во время совершения поясного и земного поклонов, произнесение слов «Господь наш, тебе хвала», после выпрямления, а также «Ташахут» и «Тагбир». Еще одна обязанность языка – отвечать на приветствие. Что же касается приветствия первым, то относительно обязательности этого у ученых есть два мнения. К обязанностям языка также относятся побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого, обучать невежественного, наставлять на путь истинный заблудшего, свидетельствовать и говорить правду. Желательное – читать Коран и постоянно поминать Аллаха, а также повторять полезное знание и все то, что из этого вытекает. Запретное – произносить все то, что ненавистно Аллаху и его посланнику, да благословитого Аллаха приветствует, например, нововведение, противоречащее тому, с чем Аллах направил к людям своего посланника, да благословитого Аллаха приветствует, а также призыв к нему и одобрение его. Сюда же относится лжесвидетельство и наговор на Аллаха без всякого знания. В этом случае запрет еще строже. Нежелательное – произносить то, от чего лучше отказаться, хотя за произнесение этого и не полагается наказание. Ибн Аль-Каим Язык не подобен остальным органам тела. Именно поэтому в хадисе сообщается, что каждое утро органы тела человека говорят языку. «Бойся Аллаха, ибо поистине мы зависим от тебя, и если ты будешь придерживаться прямоты, мы тоже будем следовать прямым путем. А если ты уклонишься, уклонимся и мы». Ат-Тер-Мизи Самое легкое для человека – говорить. Однако эти легкие движения языка становятся тяжелейшими по вкусу делами. Не зря сказано «молчание – мудрость», но мало кто делает это. Благочестивые, праведные люди много молчат. Они говорят лишь тогда, когда дело касается их, а также если слова приносят пользу им самим или другим людям. Пророк, да благословит его Аллаха и приветствует, сказал Муазу, да помилует его Аллах, «Придерживай свой язык, сиди дома и оплакивай грех свой». Ат-Тер-Мизи Говоря это, он хотел научить его и всю мусульманскую общину тому, что между богобоязненностью и обереганием языка существует тесная связь. Воздержание в Рамадан приносит человеку богобоязненность, а оберегание языка неразрывно связано с ней. Это лишь подтверждает тот факт, что оберегание языка одухотворяет пост тела, как в Рамадан, так и в другое время. Наша проблема в том, что мы очень часто не осознаем, какую огромную цену нам приходится заплатить за деяния нашего языка после того, как они будут записаны в свитке наших дел. Для того, чтобы лучше понять это, представим себе наглядный пример. Возьмем наши переговоры за год. Приходит счет, как за телефонные переговоры, однако в нем зафиксировано не только количество и время переговоров, но и все истинное и ложное, правильное и неправильное, все доброе и злое, что было в них, а также размер награды или греха, приобретенного посредством этого. А теперь представьте, какой объем будет у этого счета и сколько нам придется заплатить по нему. Остается лишь удивляться тому, что получая счет за телефон, в котором зафиксированы короткие переговоры за короткое время, никак не сравнимая с целой жизнью, и обнаруживая, что заплатить по этому счету придется немало, мы обливаемся потом и начинаем думать об этих переговорах, которые нам так дорого обошлись. Стоили ли они того, чтобы платить за них такую цену? Некоторые люди даже включают свой телефон только на прием, чтобы не платить за сделанные звонки. А умный человек поступает точно так же со своим языком, освобождая его от работы и перекладывая ее на слух. Он слушает больше, чем говорит, потому что боится, что не сможет оплатить счет за свои переговоры в день расчета. «Счет, который будет предъявлен нам за деяние нашего языка в мире вечном, дорогой брат, составлен очень сложно, и в него включены все подробности. И единственный способ уменьшить его и облегчить последующую оплату – следовать завету пророка, да благословит его Аллах и приветствует, который желал нам лишь блага, и который был милосердным и сострадательным по отношению к верующим. Он сказал «Придерживай свой язык». О Аллах, освободи языки наши для поминания Тебя, благодарности Тебе и призыва к Твоей религии, и удержи их от всего губительного и от всего, что нас не касается. Амин. 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 Амин.